доброе утро друзья новый день ух да все равно вчера конечно дождик лил зачетный и я даже рад что я не ночевал вот раз палатки сейчас поеду в район бывшей ткацкой фабрики сейчас индустриальный парк попробую поймать директора для того чтобы лететь на дроне все оказалось много проще просто нужно попасться на нужного человека которому все равно и не все равно я привязал начал привязать велосипед для того чтобы походить просто пешком спрятал его точнее привязал по-пратизански и ну арендаторов пока я вижу мало я вижу мало хотя я вижу новые объекты инфраструктуры и тех кто взял старые здания ну вот пытаюсь исследовать как можно больше как человек работающий на заводе я понял что пройти мимо истории завода и самого завода мне не удастся поэтому вот вам рассказ о бывшей мануфактурной империи города озера фабрике а к на территории фабрики конечно огромное я сейчас пока побыл только в первом корпусе ну как первом наверно это энерго корпус потому что там есть трансформаторы что-то еще появление такого гиганта произошло вовсе не на пустом месте еще до основания мануфактуры первой половине 19 века тогда еще селе озера существовало порядка 30 более маленьких мануфактур на их основе предприимчивыми крестьянами мургуновыми и местным старостой появилась бумага ткацкое производство в 1832 году район охватывает производственный бум очень нравится когда делала перила кованые перила короткое дерево мрамор чувствуется сказать присутствие мощных стран и советов но в остальном конечно ветки и строение что за полы конечно очень ветки видеть надо максимально аккуратно иначе ты можешь любой момент какой-нибудь дурка провалиться сейчас идем другой конец фабрики я дошел до рабочей части где уже более менее новые склады сейчас будний день я гость непрошенный поэтому навязываться особо не буду в конце концов наша цель на сегодня это экскурсия рост на хлопчатобумажные изделия отмена крепостного права и близость расположение к реке ака делают озера крупным промышленным центром почти каждый двор и каждая семья были вовлечены в то время в ткань его полотня на и производство вот можно представить себе как отсюда подвозили продукцию на этот пандус происходил разгрузкой загрузка еще сохранился вход который замуровали табличка и несколько надписей аборигенов вот это все огромные склады воды склады 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 в середине 50-х годов 19 века на территории предприятия насчитывалось порядка 150 станков что уже считалось крупным производством по тем временам но уже через 20 лет благодаря переходу с конной тяги на паровую количество станков увеличилось аж более чем четыре раза началась настоящая промышленная революция строится дополнительная цеха красильный отбельный отделочные мастерские появляются собственные склады сельское хозяйство начинает работать на фабрике засеивая поля картофелем чтобы затем оставлять на них крахмал да масштаб конечно впечатляет действительно мощная штука интересно как природа все свое за обратно забирает очень быстро крыши худятся люди конечно еще одну способствует но вполне себе естественный процесс для больше не используемых так после октябрьской революции все фабрики на территории были национализированы однако владельцы щербакова и маргунова отнеслись к этому решению со смирением и продолжили управлять фабрикой до окончательной передачи власти фаб за хобом после серьезного спада в двадцатых годах двадцатого века вызванного сменой власти с начала тридцатых производство полностью восстановилась нарастила новые объемы и пустила свободный капитал на расширение города несмотря на то что линия фронта в великую отечественную войну проходила почти вплотную городской черте производство лишь ненадолго приостановило свою работу а уже в марте 1942 станки снова забудили в цехах что все вместе какое-то административное здание вижу шахту лифта без лифта все вынесено все кабинеты ничего нету нет лампы остались так все подчистую но это похоже на туалет какой-то надо силикатный кирпич может быть это заводская столовая судя по тому как помещение залито светом работать здесь должно было быть довольно комфортно и вот остатки голубой краски голубой цвет все очень умротворяющее классно теперь конечно природа еще тоже вмешивается появляется зеленые оттенки интересно вот она романтика советского человека сидели составляли формулы растворы щелочи кислоты и на стенах флакаты швейцарской панорамы тихо лампово мечтали о поездке в швейцарию судя по остаткам светокопии трафаретов здесь явно была лаборатория по созданию и нанесению рисунков на узоров на ткани и прочие такие вещи он они еще до сих пор на полу остались их хорошо видно идем к исторической части к старой золотой век развития мануфактур или текстильной фабрики а к пришелся на 60 и 70 годы двадцатого века вводится новая система управления бесчелночные ткацкие станки строится больниц гостиниц детские сады хлебзавод текстильная фабрика развивается как предприятие высокой культуры с новейшими технологиями производства в начале девяностых на фабрике работало 16 тысяч человек несмотря на распад союза проблемы со сбытом и поставками сырья предприятию удалось перестроиться на рыночную экономику двухтысячный год стал для фабрики роковым из-за хлынувшей из китая дешевой продукции легкой промышленности и ошибок системе управления фабрика не смогла выдержать конкуренцию 11 тысяч рабочих были сокращены производство остановилось я не могу сказать что я дарю желание лезть по этой лестнице потому что тут все на ладом даже если честно думаю там какие-нибудь технические помещения и ничего интересного честно сказать я конечно не любитель ходить по своего рода некрополем и прочим заброшенным местам особенно когда они в таком действительно плачевном состоянии тут буквально даже не знаю вот куда наступать я сейчас уверен я сейчас подниму эту штуку и там будет дырка ну точно поэтому каждый шаг нужно делать очень осторожно ни в коем случае не наступать ни на какие предметы которые прикрывает пол да если честно конечно масштаб поражает я даже специально говорю не очень громко потому что здесь настолько сильное эхо что слышно как птицы порхают а дальше буршит я могу себе лишь только представить насколько громко здесь могло быть когда все станки будили когда все в лучшее свое время пыхтела на благо советского народа но сейчас все станки вывезены вся проводка выдрана можно сказать что помещение подготовлены к аренде и если честно мне бы очень хотелось чтобы такие классные исторические места снова наживали как это обычно делается в европе арт объекты я не знаю лофты все все что можно потому что ну здесь здесь твоя история здесь имбейство слова корня здесь все дышит так или иначе в прямом переносном смысле отечеством поэтому очень хочется чтобы здесь проводились не только вот такие экскурсии по местам былой славы но и по местам возрождения так что озерская ткацкая фабрика индустриальный парк озера велкам ну что ж я снова на той самой крыше сейчас солнышко немножко подскрылась так что предлагаю взлететь в 2008 году на месте фабрики создается индустриальный парк озера говоря более простым языком помещения сдаются в аренду за 12 лет существования индустриального парка нынешняя управляющая компания смогла построить современный гостиничный комплекс и ресторан до некогда было увеличить еще очень и очень далеко отлично дрон посажен самая моя любимая часть когда эта малышка возвращается домой и пусть вчера мне не очень повезло с погодой сегодня я считаю это все компенсировало все неприятности все неудачи и самое главное я заслужил мороженку